всем привет 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 с вами замечательный сынулька красотулька сегодня я буду читать ваши комментарии ролик будет только один сегодня сыночка публиковал только один видеоролик на 1 час 08 минут там целая час 08 но целая куча склеек наверно кадров 300 склеена ладно не будем об этом кусочков видеороликов называется 330 тысяч за дом своими руками полная постройка домика за эти деньги дорого это или дешево решать его набрал за 11 часов четыре с половиной тысячи просмотров 320 324 комментарии я начну читать я постараюсь и все прочитать их не так много под комментарии читать не буду давайте сначала самое первое почитаем самые первые комментарии да и придумичек пока тему закроем сразу я хочу сказать почему я вот зимой люди там осталось сделать по идее обшить вот это все ерунда это быстро обшивается делается сайдингом называются у вас айдинг вот эти фронтоны карниза снизу подшить все это перед до холодно блин холодно сегодня вышел в лицо такое у нас ветра дубай надоело это зима был бы например вот как у нас столько одни сутки постояла тепло одни сутки только тепло постоял все сейчас минус 20 сильный ветер там уже все наш зимой не очень работается на улице поэтому отложим до тепла потом будем делать бага и что делать из чего делать закуплено ладно мин 11 часов назад мелко пишет 103 лайка у этого комментарии 34 под ответа под ответа не считаю читаю на яндекс они самое главное для чего тебе этот домик ты так и не ответил эти деньги можно было потратить на ремонт основного дома мебель хоть бы купить и жить по-человечески но это мое мнение 103 лайка милка я как-то пробегал просто зашел посмотреть мебельный магазин обалдеть такие страшные дорогущие диваны я просто обомлел вообще обомлел вам знаете такое ретро ерунда реально такая ерунда этот домик это у нас нежилое помещение там жить никто не будет это придомовой домик мастерская атаку придомовая мастерская это не жилое помещение так в эти деньги можно было потратить на ремонт основного дома а смысл что здесь ремонтировать у меня только дверь вот эту заменить и все обои потом будущее в комнате вот именно в комнате переклеить и все а дальше что делать то этот сайдинг можно у меня который дом я обшил саморезы по заменить но там делается два дня вот это все быстро несколько саморезов часть 6 грамм его заменить не знаю хочу делать вроде как хотел постепенно строил потолки сделал ну люстру пишите все это такая мелочь по идее осталось просто жить жить насчет мебели я вам уже ответил такая фигня это которая делает кадре пишет все правильно все хорошо один вопрос для чего кадре чтобы было чтобы было ничего ольга виноградова пишет а внутреннюю отделку посчитал теперь зачем себя коморка папы корова на нерабочее отопление в основном доме не слайся умничать не получится как нерабочее отопление там можно под каждое окно я планирую сделать просто повесить даже обогревать 220 вольт которые потянут посмотрите для такого помещения даже например 2 киловатта в минус 40 это будет жарко 2 киловатта типа обычно там столько своих нюансов я уже объяснил для чего ксения пишет а какая необходимость в этом домике мастерская домик будет постепенно универсальный но это мастерская не жилое помещение людмила морозова пишет сижу говорит с веником окреша уже готова окна еле дотащил молоточком постучал и вот фокус уже стоит а почему бы не показал как ты устанавливал людмила морозова когда на улице дубак а ты в зимней шапке чё там не как-то контролировать руками листы вот так вот наклоняться и сразу прикручивать саморезик чтобы смотреть что-то у меня не 20 рук у меня нет такой вот этой которая на голову одевает чтобы снимать вот это что как делаешь а это здесь кусочки людмила морозова я же с роликов оставлял то есть брал вот эти кусочки и подробно показывал не знаю с веником сижу с веником я же обрешетку сметал там же снег на снег же не положишь обрешетка это вот деревяшки сверху вообще в такую погоду не очень так это занимается это понимая весной либо там в южных регионах где тепло а у нас что-то это ксения пишет это недорого и недешево это просто пустая трата денег 77 лайков но почему же ксения почему поставит рата денег это не поставит рата денег это вложение на мой век хватит а там и вася не чеши видели за кадром и шлака стоит гараж вот мы уже больше сорока лет и боковые дожди и вот они что-то постепенно где-то вымыли вот такие как кладку вот эту вымал вот этого раствор стоит 40 лет я мы хоть бы хны ладно пусть стоит я вернула мы их хватит а там у вас ольга николаевна пишет а целый час он будет показывать процесс стройки и рабочих которые трудились или как он возле домика руками машет смотреть конечно же не хочется не смотрите ольга николаевна и ваша пишет деньги на ветер ну и говорю не объяснить они же умные что не объяснить я сразу скажу на моем участке стоит только один дом один дом на моей земле и все один дом а это второй дополнительный придомовой домик не живой мастерская все я думаю дальше будут писать правом там простой кипра вот эти временки не я там хозяин так вот я скажу я делаю на своей земле жанна пишет чем бы дитя не тешилось но только доме чек слепил я бы его закончил уже если бы не холод красивая пишет нам решать нам по барабану на твой сарай неправильно ребят морозов пишет тебе задавали вопрос почему такой бардак на участке ты ответил что на своем все у тебя в парадке а то чужой тогда почему-то на чужом строишь не понял на чужом строишь у меня здесь по идее два участка они в собственности в двор разных понятно короче так велопуть пишет но если такое хобби увлечение эксперимент не знаю у него так почему бы и нет построю построил а то что смысла нет не у каждого хобби есть принципе как смысла не блин велопуть кто-то строит бассейны вот огромный бассейн их строит кто-то чем-то вот занимается бывает столько бабла потратят бывает огроменную бассейн они по большому счету просто его она каждый кто как хочет так и занимается маргарита александрикова пишет да не сам игр домик стоит посмотрите на его женские руки нет ни одной мышцы этими руками только ложку держать и не трепи что ты большой дом строил не стоим у мишкам такая постройка это был скорее всего магазина затем отдали ваши нищий семье вы не правы маргарита попрошу без оскорбления действительно я же вас не оскорблял правда я вас не оскорблял и вы не переходите на личность красивая пишет кому нужно смотреть ролик процесс строительства твоего сарая интересный вопрос а красивая действительно интересный вопрос у меня на канале есть еще и полезные ролики вы не знали что когда человек например ищет задает в поиск какой-то вопрос от конкретно интересующий он начинает просматривает кучу роликов как что где что либо что-то делал мастерил либо что-то такое большое небольшое маленькое он начинает искать информацию это из разрада полезных ролик действительно приходит весна многие начинают чесать репу где-то кто-то хочет дачный дом построить во сколько на данный момент вот это все может обойтись строить самому с чего начать как это будет общем выглядеть вот вообще как выглядит а кто в основном мастера показывает уже готовы привезли эти поставили фундаментная бетономешалка вот это все арматура раз раз залили быстро все там у меня все-таки где-то что-то какие-то свои нюансы показывал потому что кто-то и не у всех есть деньги вот так строится сколько где что выйдет в основном старую стандарт дом 9 на 8 10 на 10 10 на 12 либо двухэтажные либо с это ведут но люди начинают все равно смотреть искать информацию у меня на канале есть у меня пару десятков очень полезных роликов действительно папа не всегда же я ем кушаю жру если покопаться у меня много чего интересного есть гурбангулы пишет для барака за 300 30 тысяч дороговато но часто и поклонницы на бегут гурбангулы а я знаю что у вас там бригада или что там дверьми торгуете которая там по 100 тысяч у вас стоит одни двери стоят а если вы вообще понимаете о чем я как же вам объяснить объясню если вы поймете профлист метр двадцать на два метра стоит час почти 1300 рублей один листик вы знаете какие вы наверно в строительстве или просто пытаетесь показаться очень умным ничего не смыслите я даже показал вот это все что сделал обошьется еще снизу обошью я вот эти карниза все это мне материалы здесь который видно вы нифига не разбираетесь я указал по минимуму все нюансы весь металл все уголки пены различные вот эти шнурки вот это все она все идет тот же самый круг отрезной круг для болгарки для шлейфмашинки это все деньги все вот эти кладочные смеси кирпичики вы что думаете просто так что ли вот это все приехал и построил что даже взять если ты будешь делать до обычный стандартный дом но не важно даже из газобетона 10 на 10 до семью из четырех человек хватит тоже просто прикидываешь где что какие цены думаете дешево сейчас что ли построить нифига не дешево магазин зайдите если вы работаете посмотрите какие сцены на один болтик на бита у меня одна не по считану чисто бита хорошая взял лишь у полета 120 рублей стоит бика бита вот такая железячка маленькая не задавайте действительно такие вопросы можете смотреть других блогеров которые вам объясняют что там за 100 тысяч они коттеджи за месяц строят в одного за месяц бывает в одного сразу ну конечно можно в одного построить если только руководить бригадами заказываешь 20 бригад все заливается все быстро делается конечно ты построил а когда ты действительно в одного строишь своими руками даже копать этот траншеи там не копать а надо долбить вот тогда уже задумываешься и заливать счету собирать опалубку совсем страховым материалом так что эти 330 340 тысяч это еще даже для такого домичка в данный момент это не то дешево елена пишет молодец игра когда начинал строить здесь одна не очень умная писала что уз по проектированию закончила и всю жизнь проектировкой занималась и советовал выигрывать делать фундамент глубиной 3 3 с половиной метра гарантировала что фундамент и кольцо у него треснут еще в начале зимы гостами и местные республиканские стандарты ему перечисляла уже практически конец зимы но что-то фундамент не то есть но мне ни кольцо ничего не треснул весной надо смотреть по идее меня трехэтажном коттедже меньше фундамент чем она советовая но вот этот сарайчик и вот такие горе проектировки проектировкой занимаются фактически удваивая утраивая стоимость дома на пустом месте хорошо что у игора ума хватило не послушайте дом вышел бы не за три с половиной тысячи долларов а на десять тысяч потому что их 60-е года прошлого века в вузах так учили и столько марок цемента тогда учили все с большим запасом делать поскольку стройматериал в то время были относительно недорогими да так тоннами и сарай никто не что ладно на пенсии но много таких старые закалки не умных людей советской школы до сих пор занимается проектировка не считаем вашей огромной денежки вот смотрите елена вен вы молоде что задали такой вопрос смотрите фундамент по идее если вот для дома делать но для тяжелого особенно дома для кирпичного надо делать ниже глубины промерзания в регионе у меня например два метра глубина вот регионе до двух с половиной метров ну два с половиной метра давайте вот так вот самый минимум минус 40 минус 50 градусов по идее надо чуть ниже действительно знаете когда земля промерзает она может несколько тысяч тонн этот весь фундамент даже с арматуры снизу поднять спучивание называется я своей жизни видел как хороший коттедж у нас есть из-за фундамента это еще давно у нас даже здесь есть не просто по месту расположения из-за фундамента спучил было такое я все-таки знаете из-за чего рассчитывал такой маленький фундамент сделать из-за размеров еще надо учитывать размеры если у вас дом например 15 на 15 то есть получается 15 метров на 15 надо делать глубоких если у вас дом 10 на 10 надо не такой глубокий даже до промерзания не делать фундамент видите от площади зависит это я давно как-то я еще читал литературу с у меня же совсем небольшой по проекции фундамент у меня то есть он не такой большой даже если где-то что-то начнет землю пучить и тогда действительно то что если делать по госту 3,5-3 метра это очень дорого будет там надо одной арматуры как на сам дом короче делать по госту ну не знаю у меня вот знаете у меня я вырывал котово разравнивал туда у меня знаете подвал еще с собой мусик пришел подвал еще со мной у меня стоит пгс песчано-гравильная смесь в котово они под блоки фундаментные фб 6 60 сантиметров на 60 сантиметров у меня в 4 блока стоит глубина у меня вот когда я копал кислом отверстие под фундамент я там замучился вот помню сколько туда в этот дом под кислом делаю холодно по идее правильно что надо по технологии делать такой большой фундамент но его надо делать глубокий фундамент но его надо делать если у тебя слишком большая площадь огромная площадь дома планируете и если будет в кирпич от кирпич и не очень массивное тяжелое строение вот там фундамент надо делать углублять действительно а если тут не такой огромный вес из-за габаритов зависит котейка пишет доброе утро отличного дня теплый привет вам от меня спасибо котейка котейка спасибо котейка спасибо за картинки февраль котейка пишет какая благодать и до весны рукой подать спасибо котейка и здесь эти тюльпаны спасибо котейка елена вот пишет делать больше нечего нахуй 0 или воспоминания великой строки непонятного объекта за большие деньги ой да много 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 кстати в ссср много советских постройках осталось которые заморозили и стоят они массивная а великой стройке была перестройка что вы имели ввиду не понять 80 90-х котейка спасибо за картинки божьих богословений котейка пишет вам дом спасибо котейка ирина графова пишет игр строить домичек на случай если отключат основном дом это электричество можно было бы на этот случай купить мощный генератор и все проблемы решить ой генераторы сейчас дорого стоит они много живут максимальный генератор шесть половина киловатт который есть продажи чтобы отопить этот домичек более-менее надо сутки но и она литров 80 100 заливать бензина надо добавлять масло это постоянно 100 литров это ужас и надо иметь два генератора потому что шесть половина киловатт который продает в магазинах тысяч за 80 сколько не прослужит они ломаются выходят из строя быстро это лет кем только маломощные генераторы мало служат тут такой нюанс так что генераторы генераторами генератор не выход то два надо на 6 киловатт либо на шесть половине киловатт чтобы хотя бы что-то такое сделать два генератора где такой ты на 12-15 киловатт найдешь он жрать будет 100 литров сутки бочку съедать это если генератор не выйдет из строя котейка пишет пусть мечты сбываются ольга комаркова пишет без руки и сказочник кроме как жрать и все испуганить ничего не умеет врать еще ну может и где-то вы правы где-то не правы конечно но оскорблять не надо наталья шишкина пишет игр все-таки хотелось бы узнать назначение этой постройки живой дом летняя кухня сарая баня нежилая мастерская придомовая фройся барвакова пишет какой домик сарай под подвели газ на дачу в июне подключат отдали за все четыреста семьдесят тысяч если что дача в черте города ну да фройся барвакова но такие цены действительно такие цены сарай подвели газ на дачу в июне подключат отдали за все четыреста семьдесят тысяч так отвечает фроси в их районе не газопровода таки апрескворечник спичка и стоимость его за такое время его блогерство дворе стоял был уже прося барвакова ну вот вы вот гадаете не хочу отвечать правда на этот ерунду ольга любимого пишет доброе утро доброе утро все видео о том как все начиналось но просит со веранды перед ходом чтобы не сразу на улицу выход был что-то поздно видео вышел сегодня так молодец 59 лет ростов на дом спасибо ольга любимого где веранду там никакую не надо там дверь вот это она нормальная толстая хорошая я думаю рожа пишет так ладно это нет удален комментарий инкогнито 44 79 пишет дорого ли это нет но только я не смог понять для какой цели этот постройка игры я так посмотрел внимательно и думаю что ты не для себя старую скорее всего этот кусок участка ты продашь и правильно сделаешь нет я ничего продавать не буду вернешь затраты и наваришь прибыль у тебя мозги правильно работали нет я продавать не буду он просто останется я продавать его не буду меня на участке стоит только один дом у меня больше ничего нет мужа пришел вот у муж по-моему мужа пришел ну ка я прошу это час улице поморозился и делаешь а нам кто смотрит надо подумать стоит ли критиковать парня он хорошо получает зарплату и платит налоги и может по-своему решать судьбу дохода а домик не нравится так так сюда веровка не тянут на просмотр и делайте замечание своим детям ну кому-то прямо у всех такие пушистые цветы спасибо за оценку инкогнито соль 479 да действительно я же сделал для души это тем занимаясь а еще и для души дела и ну чё ну пусть чё ему будет а вот так чё надо и все чё ему будет занимаешься наталья леонтьева пишет ну дурак его ножка поднимай с другой стороны бетономешалку господи глупый какой он поднимает бетономешалку я и с другой стороны из 5 10 знаете какая тяжеленная сама бетономешалка я же переделал туда электродвигатель на 380 вольт ставил поднимай с другой стороны да наталья леонтьева пишет бедные бедные пенсионеры сейчас заплачу ребеночку дали развлекуху лишь бы дома не сидел не жрал красивые ножки красивые глазки пишет молодец спасибо большое красивые ножки красивые глазки всегда пишите положительные адекватные комментарии и никогда нас не критикуете хотя можете если вам что-то не нравится и покритиковать спасибо большое котейка пишет лайк поддержку канала спасибо котейка миша пишет печки не хватает с лежанкой какую имели ставь родом кровать да грейся боком ложись и грейся он может держу животом туда пузико проху и обогревайся хочешь тепло набирай маркиз коробас пишет игра дом построил дерево посадил осталось только сына вырастить геннадий он же она же надежды пишет то бы что не писал не слушай никого ты молодец а постройка надежды конечно все у нас стоит и спит не просят мастерская не желаю елена печевина пишет и на эти деньги лучше бы зубы ставил или родитель санатория правил мально у меня зубы пока пока нормальный и ваша пишет мальчик не умный елена панов пишет поздравляю завершением огромной работы в одиночке поставил такой дом не перестану повторить золотые руки умница даже стихи получились вот и чудесно вот и чудесно на пустом месте вырос домик но не гномик он и высокий он и широкий очень он классный с виду прекрасная лена спасибо за положительную оценку домик он в процессе строительства просто там еще строить делать и делать заниматься и так быстро собрал как я не быстро собрал пришлось несколько часов повозиться сборкой собрался вот и сделал я имею ввиду монтаж с кусочков там 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 придет тепло буду заниматься потому что не хочу проставить так не проставался на улице он стоит и спит не просит спешить не надо наталья леонтьева пишет господи лучше бы баню построил что это за камера не хочу я баню у меня баня на том участке стоит не хочу я бани рассинка пишет игр это сарайка для дина что ли не будет зимой мерзнуть собачка гг то переживаем что собачка мерзнем котейку в сарайчик гиги и смех вы нашей потекает о шеи наши ой все это не нервниче все позатифу так надеюсь семена напишет вот куда денежки уходят за на молодец и горох нет это все откладывание с пенсии постепенно откладываешь во многом себе отказываешь пенсии обычные у родителей риса жукова пишет можно было большом доме сделать ходную дверь свою комнату да и коридорчик пристроил бы изолировал от родителей ну ты и дурак прошлом ролике сказал что тратил отложены пенсии деньги то что думаю что все вокруг тебя такие не умны как же ты не губ ты кусок непонятно кого это все с пенсии а так я сказал глинаша пропишу достроена теперь продавая вместе с участком хоть проешьте денежки память останется так закидайте все хламом большого просто захочет вас соседях иметь старину говорили хочешь дом купить выбирай не дом выбирай соседей но я понимаю галинаша старину говорили выбирай соседи как ты будешь выбирать соседи если ты приезжаешь неизвестно откуда переезжаешь как ты выберешь соседи те кто продают свои хоромы и переезжают вам они скажут соседи у нас здесь шикарные когда ты начнешь жить тогда поймешь что из себя представляют соседи тихие спокойные алкоголики буйные либо миролюбивые Андрей Иванов пишет мне поздравления за постройку дома респект спасибо Андрей а там еще делать заниматься Мила Савченко пишет как можно понять цифры 350 тысяч по идее 350 миллионов не знаю как понимать у меня 330 тысяч рублей Надежда Назаров пишет игр я смотрю снега у вас вообще нет в городе при таких морозах и снега это плохо нет смотрите Надежда Назарова когда стоят морозы снега никогда не бывает если чуть от теперь тогда когда тепло тогда идет снег вот всегда так было у нас всегда так у нас чуть от теперь и снег всегда когда идет снег тепло когда стоит минус довольно хорошая снега не бывает это давно я уже замечено Ольга Челокина пишет господи когда дом показывал музыка как морги на прощание сразу потом кадр могила честно но напугал то не могила траншея так Наталья Ковалева пишет 330 тысяч это равно 330 миллионов валюта не указано это в иенах ой в иенах в иенах столько бы иен это же сколько в рублях то одна иена равняется 10 рубля по-моему или 12 рубля 330 миллионов иен это получается 4 миллиарда рублей не кисло да да Ольга Челокина пишет его добрые соседи напишут жалобы не хочу читать ерунду Анастасия Антропол пишет код Киша самый преданный верный усатый друг был сильно привязан к хозяину прекрасные ностальгические кадры да согласен Иннокентий ушел но наверное предчувствовал Ладно Инкогнито пишет Игорь сегодня выходной у тебя да зачем нам твой домичек давай ему банк даешь жрать да будешь жрать Ольга Николаевна пишет что сегодня один ролик выпустил празднует похоже хотя у мамы хотя мама не узнала сколько денег потратил на сарай не до праздника будет но она еще не узнал кстати интересный вопрос мама знаете что скажет мама сыночка ты у меня молодец ты не пропил деньги не проиграл деньги не прогулял не спустил на женщин деньги не тусил в барах а все-таки вложил в какую-никакую ну недвижимость недвижимость давайте надеяться на это вопрос интересный а Светлана Ханган пишет молодец Игорь спасибо Светлана спасибо большое что Натали пишет построил молодец циферки красивые 330 а дальше отделка это чудесного дворца не забудет отчет о проделанной работе да потеплее будет займут да блин это с одной стороны вроде с улицы кажется что маленький зайдешь нифига не маленький ну зайдешь то так то нифига не маленький там тем более обшивку сделаю в сантиметр стены потом будущем ГВЛ обошьют листами и все пока на этом все Евгей Шаклимова пишет студия нет Любовь Романова пишет странный дом вход сразу в комнату зимой печку не натопишься и вообще очень маленький для кошки для собаки для человека чушь какая-то дизайнер Любовь Романова я задумал чтобы не отапливать хоромы когда вот люди живут например в больших огромных домах они сперва построят а потом начинают голову чесать репу чесать блин как его отапливать отопление неимоверно многое жрать лучше компактное я сделал чисто компактную мастерскую компакт блин да в Японии вообще живут 4 на 4 семьями притом у нас вообще семьями 8 квадратов жили при СССР ничего а тут 24 квадрата давай 240 квадратов давай 1000 квадратов Маля 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 это чисто пусть будет Галина пишет вагончик похож на бытовку рабочую это домик ну или как тут предложил студию не жилой дом плюсую еще столько же на отделку ух сейчас обычный контейнер 40 тонн стоит 1400 наверное или 600 тысяч куча ржавого металла например с этого вагончики видите блин у меня там потолки 3 метра а вагончик там что ходить головой биться об этом а тут шикарно зашел 301 у меня нет 302 302 это сантиметры снизу сантиметры сверху я же считал показывал с рулеткой а видео я да снимал от пола короче 302 до балки сантиметры листа ляжет с еще сантиметр 3 метра ровно потолки зачем отопливать такое высокое помещение да кубов же больше на отопление да тут все очень просто угнетать не будет вот эти как бытовки идут заходишь сразу и потолок над головой совсем не то то есть ты как этот это это совсем не то бытовки бытовками тут и для удовольствия людмила морозова пишет о гороши ты ходи ну и кошек покормился ты куда пропал да здесь я конечно всех кормил людмила морозова пишет вроде было утром 29,4 подписчиков сейчас 29,3 подписчиков ну потому что кто-то подписывается кто-то отписывается это качели русинка пишет сейчас 29,399 вот и хорошо что его нет пусть отдыхает со своими никами а может с отцом что случилось да нет все нормально русинка и ваша пишет он видно упал с крыши вот и сказочки конец сплюньте сплюньте таша мэйер пишет было бы построено применение построим построенному всегда найдется конечно я согласен таша мэйер конечно применение найдется по крайней мере вещами барахлом заваливать я никак не буду русинка пишет нет его видимо с отцом что-то или того хуже да все нормально а Натали пишет Игора знает читаешь комментарии скажи что с отцом все в порядке ну ролики начнут выходить конечно все в порядке Алиса Кирик пишет Игора какой-то молодец на пустом месте своими руками построил такой хороший домик этот еще сэкономил на наемных рабочих не каждый мужчина может похвастаться тем что он сделал сам дом еще отделка перейду удачи дела спасибо Алиса Кирик за положительные комментарии а там еще с крыши там еще в крышу вот доделывать постепенно доделаем у меня не горит я никуда не спешу буду выходить просто делать иногда ролика показывать да и все равно чем-то занимаешься чем дома сидеть на кроватке либо на кухне постоянно кушать а так ты когда тепло придет ты вышел ты идешь там поделаешь там поделаешь и помаленьку делаешь оно вроде бы и складывается конечно не большой коттедж но небольшой дом все таки а технология такая же вот ничем не отличается только у дома еще внутреннюю перегородку можно вести а я даже еще этот усилил многие не усиливают этот когда заливал посередине допустил знаете что фундамент посередине я опустил потому что знаю что многие годами мучаются поставят либо тумбы зальют они разваливаются крошатся либо просто балки вот эти брусья пускают если снизу сырость будет ну вот сырость будет вот это все поведет и пол будет так ходить как это у меня тут пол сделаны потому что у меня сухо в подвале там еще в один этаж а так люди которые живут 10 лет 5 лет там потом полами мучаются там где что какая-нибудь сырость влага и все а я зато сделал так что хоть прыгай на нем он как камень этот пол посередине пустил я манал вот эти все тумбы вот эти все просто доски брусья кидать нафиг Иваша пишет он улетел в Москву я за него что нужно а Иваша за меня пишет а Ольга Виноградова говорит приз конференции Иваша давай сейчас повернемся сиями пишет Игорь Игорь пишет Игорь пишет Игороша пробыл тебе сегодня пресс-конференции сорвана не всегда по 4 ролика снимать гнать тоже тяжеловато но если без монтажа конечно кнопка вкл кнопка выкл там заморачиваться не надо а когда монтируешь это время Ольга Виноградова пишет Ура Игороша сдулся не дождетесь Ольга Виноградова пока я жив буду шуршать Елена Мельничук пишет нифига они с пенсии наэкономили как Игорошка говорил с пенсии откладывали и домичек на такую сумму вышел сказочник трендилу а где сказочник это все с пенсии годами откладывали по крупицам пенсии по чуть-чуть помаленько по зернышку по копеечке по рублику и все а потом сынка взял все и спустил на домик Наталья Игнатенко пишет Игорь может устав от непосильных трудов любишься красотами Питера люди пишут может в Москве так ты же там уже был Питер на очереди ну я хотел в Петербург смотаться ну не знаю меня Москва привлекает я же не все снимал где я там был находился там тоже есть красивые места в Москве там есть такие я и в ресторане был в этом знаете не очень ну не буду говорить какой где шрот ну ладно не буду об этом не хочу об этом историю Мышка встал Светлана Котик пишет если честно хоть бы мы не ржали над игром молодец многие мужики тяжелее громко как ничего не держали муж посмотрел сказал прикольно ну конечно для удовольствия еще если я делаю это для удовольствия это еще когда делаешь все таки для удовольствия что-то возишься все равно занимаешься а она помаленьку постепенно что-то делается Маргарита Александрикова пишет огородку у вас у всех сегодня недомогание или на пенсию выпиваете мы не выпиваем недомогание нет Миша пишет ужин кончился и Игорь а нет не кончился а Юля Лялина пишет походу Игорь стакан ушел надоел на маму смотреть а она частенько прикладывается а может к своей любимой уехал Юля Лялина мне нравится к своей любимой уехал но к стакану я не прикладываюсь и мама тоже не прикладывается с вами был сынок для красотуля пока тему домика мы закрываем там просто постепенно в повседневе я на несколько там минут буду показывать чем занимался там буду возиться по маленькому только когда будет уже тепло а так пока дома обычно еда повседневно вхождение туда-сюда и ничего более просто жизнь обычной деревенской семьи из маленького 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 все ладно с вами был сынок для красотуля мира добра любви и удачи кстати этот мушек умывается кто скажет ой убежать все убежали давай хоть мушку поймаю я тебя поймаю скажи что он меня поймал что меня тут поймает я и мушку поймаю а я мушка тут что у меня говорит что у меня тут иди туда держись ладно с вами был сынок для красотуля всем пока пока мы еще найти авиа вот